Здравствуйте! В эфире телеканал БТБ. Меня зовут Николай Матвеев. Сегодня в национальном интересе мы будем говорить о событиях, происходивших на Майдане независимости. В центре города Киева в декабре 2013 года, в январе-феврале 2014 года. Беседовать будем с очевидцем этих событий, с человеком, который принимал непосредственное участие во всей революции достоинства. От начала и до определенных событий в нашей студии народный депутат от Народного фронта, сотня к седьмой, сотня Майдана, Евгений Дейдей. Евгений, здравствуйте! Расскажите о том, как понимаем, что сами события начинались достаточно стремительно, непредсказуемо. Как вы очутились на Майдане? Ну, знаете, как я очутился? Я находился дома, когда супруга подошла ко мне, то есть показала новость в интернете, когда разогнали студентов. Ну и как бы мы решили с ней, что дома оставаться нельзя и надо выезжать на первой большой вечер. Мы выехали и как бы мы рано утром приехали туда и оттуда уже у нас началось шествие в сторону Майдана с памятника Тараса Шевченко. То есть мы когда туда пришли, мы забивали там первую палатку, штаб. Это как раз была там, где сцена потом в дальнейшем находилась, это за ней было. То есть мы были одним из там таких первопроходцев, грубо говоря. Ну и дальше как бы уже мы начали развивать этот лагерь на Майдане. Мы начали больше палаток привозить, то есть волонтеры начали помогать. И сразу реакция людей, я вам скажу, была такая, что на второй день после того, как мы разбили палатки, то есть массовое количество людей пыталось прийти и как-то помочь, поддержать. Кто не мог стоять на Майдане, те приносили какую-то гуманитарку, там теплые вещи, потому что как раз еще и снег начал идти, и холодно было, и еду. То есть как бы та целостность, не целостность, а вот Майдан, мне кажется, объединил страну так, как ничто не могло бы объединить. Объединил тех людей, которые хотят достойно жить в своей стране, которые хотят жить в передовой европейской стране, то есть которые хотят в развивающейся, ни в коем случае не в странах, которые находятся рядом, не то что рядом, а грубо говоря, в плотном содействии с Россией. И то, что происходит у них, это явно не подходит для Украины. Почему? Потому что мы не стремимся, наоборот, идти в крах и разруху то, что происходит, грубо говоря, в тех странах, которые в дружественных отношениях с Российской Федерацией. Мы хотели бы, чтобы наша страна была европейской. Первые наши требования были, это смена власти, это отставка Януковича, отставка правительства. И курс в сторону Европы, в сторону НАТО. И я думаю, что мы на тот момент, Майдан, он выполнил свою цель, он прошел полностью весь этап своего развития, всю эволюцию. Мы понимаем, что начиналось все-таки с неких реакционных движений, то есть вы увидели новость, взяли жену и поехали. Понимаю, что в тот момент еще ведь не было определенного списка сформированного требований или сформированного действий, нужно было просто встать и нужно было что-то делать. Вы понимаете, мы боролись за европейскую страну еще с 2004 года. И это было вторым шагом, я думаю. И мы знали, что это не то, что наше призвание какое-то, это долг каждого жителя этой страны, то есть вложить какую-то лепту в развитие своей страны. Поэтому я считаю, что все люди, которые приезжали на Майдан бороться за свою страну, за свою идею, за свое будущее, это достойные люди, это герои этой страны. Сегодня, вспоминая те события, можете ли рассказать свои ощущения вот от того процесса, когда Майдан из одной палатки, из просто вечи собравшихся людей на площади, начал превращаться в некую организованную, протестную, живую, народную, теплую массу, которая уже начала позже формировать какие-то определенные требования. Опять-таки, вы сотник Майдановской сотни. Как формировались сотни? Ну, в один прекрасный день, это, грубо говоря, по-моему, где-то числа 4-го было или 5-го, Андрей Порубей как бы собрал ребят, у которых были самые активные, и которые могли, ну, кто-то там за склад отвечал, кто-то там за продовольствие, у которого были какие-то, ну, свои группы людей, которые, вот они вместе держались, да, там, по 10-20 человек, и там совместно какие-то палатки расставляли, делали какие-то свои лагеря по Майдану. Он собрал, и, то есть, как бы, говорит, ребята, мы понимаем, что будет разгон в скором будущем, поэтому нам надо как-то защищать, защищать людей, которые тут находятся. Как бы, у кого есть желание стать там на защиту, тот и... Тот, как бы, будет входить в ряды самообороны Майдана. То есть, как бы, моя сотня была седьмой сотней, ну, сотня под номером 7, это были 7 самых первых сотен, вот с чего начиналась самооборона. Вот, входило у нас туда изначально там людей по 30, по 50, после того, как мы уже начали развивать самооборону, буквально через неделю у меня уже было там 150-200 человек, сотни, и в других сотнях тоже. Ну, и там уже пошли распределения у нас, там, чья баррикада, чья сторона, то есть, дисциплина была такая, как в армии, реально. Каждая сотня отвечала за свой участок, кто-то за переходы, кто-то за, там, баррикады. То есть, и не вплоть до того, что там, что кто-то там не прошел или не проехал через эту баррикаду. У меня было мародерство, чтобы не грабили те же самые, там, мафы, ларьки, там, то, что в переходах находятся, не били витрины, магазины. Потому что много приезжало туда, ну, не то, что там людей, которые хотели постоять, но, которые хотели высказать свое слово, а приезжали люди, ну, там, карманики, на заработки, реально. Те, кто просто хотел воспользоваться ситуацией. Да, воспользоваться ситуацией. И поэтому приходилось немножечко как-то охранять центр нашей столицы, для того, чтобы не запятнать, как бы, ни себя, ни тех людей, которые пытаются отстоять свою свободу слова на Майдане. — Понимаем, что происходящее на Майдане — это целая жизнь, по сути, вот такой один яркий, очень реакционный кусок времени. Из него наиболее яркие воспоминания какие-то остались. Вот сегодня, по прошествии года, что-то стерлось, что-то размылось. О чем вы вспоминаете? — Я яркие воспоминания, знаете, вот я перелистываю фотографии, там, иногда с Майдана. Я помню, ну, вот у меня палатка была такая, одна из самых больших, она находилась напротив главпоштампа, по Крещатику. В той палатке перебывали все. Вот все, начиная от премьера. Вот там и Арсен Брэйсович был, и Александр Валентинович. То есть там, ну, все побывали в этой палатке. Они приходили смотреть, потому что у нас палатка была такая самопередовая. Мы там сделали и... Ну, мы первые, у кого появилась там буржуйка в палатке. То есть как бы дружная такая, можно сказать, даже не сотня, а семья была. И яркие воспоминания не то, что там были какие-то знаменитые личности, вот, а яркие воспоминания в том, что на тот момент вся сотня и все, кто, как бы, относился к самобороне, была как одна большая семья. Это на самом деле правда было. То есть не было там, ты там с Донецка, ты со Львова, ты говоришь на украинском, ты там на русском, кто-то там, неважно, на молдавском каком-то. Все были одной семьей, и каждый друг за другом реально готов был там пойти в вагоне в воду. А сейчас это чувство осталось, вы поддерживаете отношения на том же уровне, на котором они были на Майдане. Возможно ли это настолько объединяться, вот, не будучи, например, рядом физически? Да, вы знаете, мы все дружим, мы все общаемся, все сотники, все, кто были в сотне. Естественно, как бы у меня сейчас батальон, мы как бы создали свой батальон, перешли в структуру МВД. Вот батальон Киев-1, и большая часть, ребят, сотни, которые было сотни, они перешли в батальон, они стали милиционерами, они стали, вышли на улицу защищать уже как бы от бандитов. Поддерживать порядок. И поддерживать порядок, вести патрульно-постовую службу в городе Киеве, и, естественно, много ребят наших, которые побывало в АТО. Вот, самое первое, то, что мы как бы сделали после создания батальона, мы поехали в АТО. То есть, грубо говоря... Это решение было принято в рамках приказа от Министерства внутренних дел? В АТО? Да, поездка в АТО. Или же это решение было принято внутри батальона? Изначально, когда было принято решение министра внутренних дел о создании батальонов, то есть в структуре МВД, наш батальон был самый первый. Почему? Потому что мы самые первые проявили инициативу для того, чтобы создать батальон и поехать в зону АТО. Потому что мы считаем, что на тот момент, когда мы уже сменили власть, когда мы выгнали семью Януковича отсюда, вместе с Пшонкой, со всеми их подданными, то есть мы уже понимали, что Майдан уже прошел свой этап. И когда Россия начала наступать, провоцировать конфликты в наших областях, то есть в Донецке, в Одессе и так далее, то есть мы поняли, что надо переходить уже на другой уровень защиты, а не стоять на площади, как осталась большая часть людей потом. Я не знаю, для чего они там стояли, потому что это уже были не патриоты, это были уже не майдановцы, это был не Майдан. Это были люди, которые... Ну там половина бомжей, которым просто жить не было где, а половина просто, которая на заработки ходила, там по 200-300 гривен на митинги. То есть... Поэтому мы как бы собрались все, кто были настоящими майдановцами, и поехали в АТО. После АТО, как бы, мы уже... Часть осталась там еще ребятам, у нас около 35 человек сейчас находятся, а остальные как бы находятся тут. То есть, в общем-то, у нас 407 человек в батальоне, и мы... Говоря опять-таки о вот коллективе, о семье, о тех людях, которым вы доверяете, которые были с вами плечо к плечу на Майдане, с которыми вы ездили в АТО, есть общее некоконсолидированное понимание того, какие цели тогда вы ставили перед собой, и изменились ли эти цели вот с течением времени от начала Майдана до, собственно говоря, событий сегодняшних дней? Вы знаете, да, первые шаги уже сделаны, и причем такие довольно большие, то есть по курсу, по направлению к Европе. То есть нашим премьером были сделаны огромные шаги в эту сторону, и я думаю, что это именно то, за что стоял Майдан, то, за что стояли мы. Вот, и я думаю, что мы смогли бы больше добиться, если бы не Путин, у которого его же амбиции его просто с головой захлестнули, и он просто, ну, человек потерял рассудок, он не знает, что сейчас делает, он просто пытается как-то отыграться на Украине, пытается что-то дестабилизировать ситуацию по максимуму, потому что, ну, человек, который потерпел поражение в 2004 году, не получилось у него с Януковичем, человек, который сейчас потерпел поражение, его, вся Европа, его, весь мир просто, ну, по-другому я не могу назвать, гнобит сейчас, просто это тиран какой-то, ну, то есть как бы он уже не признанный, по-моему, как даже политик в Европе, и потому что, ну, с ним никто не хочет общаться, и человек, его амбиции, он не может удовлетворить свои амбиции, даже как так маленькая Украина, да, как бы, столько ему напакостило, вот не сдается никак. Я думаю, что если бы не он, мы бы уже давным-давно добились бы уже гораздо большего, чем есть сейчас. Но даже несмотря на то, что есть у нас сейчас, я считаю, это уже достойные и правильные шаги по правильному направлению. Те методы, которые использовал Майдан для достижения своих целей, те методы, которые сейчас используете вы в своей работе, насколько они отличаются? И думаете ли вы, что те политические механизмы, которыми сейчас мы будем продолжать менять страну, они будут настолько же эффективными, как, например, вот та быстрая реакция на события Майдана в стране? Вы знаете, я думаю, что те методы, которые мы использовали на Майдане, то есть, да, ну, то есть, как бы, я думаю, что, ну, уже прошло это время, уже нам надо становиться цивилизованными, культурными людьми, которые видят себя в Европе. Тогда, тогда это был, многие говорят, это был переворот или что-то еще, это не был переворот, это было просто, это был край, это был пик кипения народа. Народу надоело жить, реально, как нищие, понимаете? Они, ну, то, что происходило на тот момент, это просто было расхищение нашей страны, просто ее грабили, разворовывали, забирали последнее, отжимали. И когда пришел предел этому всему, народ просто показал, что, ну, не стоит так поступать с теми людьми, которые тебя выбрали и которые тебе что-то доверили. Поэтому, я думаю, что сейчас наши политики, как бы, они будут идти в правильном направлении. Это послужило уроками, примером всем. И, я думаю, ошибок не будет таких, которые были, которые допускались раньше. Но, опять-таки, понимаем, что сейчас функционеры Майдана, в частности, вы, теперь, вы теперь народный депутат Украины. Каковы планы? Как вы собираетесь работать? Что менять в стране или что поддерживать? Самое главное, я считаю, сейчас для нас, это укрепление, укрепление наших позиций, даже во время такого псевдоперемирия, который, да, но мы конкретно говорим сейчас о... Вы говорите о военном плане? Да, о военном плане. Конкретно говорим о той проблеме, которая нас сейчас больше всего беспокоит. Беспокоит нас больше всего эта зона АТО. Зона АТО, в которой все, каждый день больше и больше прибывают российские войска. Вот. И я считаю, там, вот это даже псевдоперемирие, мы должны воспользоваться этим, как бы, в своих интересах, скоростью для себя. Мы должны усилить позицию, мы должны занять сильнейшую оборону, а потом уже начинать выступать. Ну, и забирать, естественно, Донбасс и свои земли обратно себе, потому что их никто никому не собирается отдавать. И потом, в дальнейшем, я думаю, что, как бы, и с Крымом мы тоже разберемся и заберем его, вернем обратно его в состав Украины. Я думаю, что жители Крыма сами к тому времени дойдут и предложат тоже какой-то очередной референдум или что-то подобное для того, чтобы вернуться в состав Украины. А в дальнейшем, то есть, как бы, это самая основная наша проблема, я считаю, чем должны сейчас заниматься политики и вообще должна заниматься вся страна, и должна поддерживать по максимуму и наши войска, и мнение военных, и добровольцев в том числе. А в дальнейшем, то есть, как бы, я считаю, основная задача комбатов, которые попали в политику, которые попали в Верховную Раду, это, ну, они прошли через это все, они видели, насколько тяжело живется наша армия, сколько тяжело живется солдатам, которых разуровывали с 91-го года. То есть, и, мне кажется, основная задача комбатов, это предотвратить коррупцию в рядах МВД, в рядах Минобороны, то есть, ну, потому что те ребята, которые воюют сейчас на передовой, которые умирают, гибнут за нашу страну, они достойны воевать в гораздо лучших условиях. И они готовы воевать за нашу страну, только, реально, немножечко надо уделить внимание, надо, ну, быт, надо просто зимние формы нормальные, чтобы тебе, когда ты выходишь на пост ночью, не было холодно, и ты мог заниматься непосредственно своей работой и правильно стоять на посту, чтобы никто, как бы, не подошел к лагерю. Ну, элементарные, то есть, такие бытовые моменты, которых, даже которых нет, не говоря уже, там, о новом вооружении или о чем-то, там, о каких-то палатках, знаете, вот, как в войсках НАТО есть, там, на дуны палатки, там, с отоплением, у нас пока что еще землянки, понимаете, остались, вот, с буржуйками, поэтому, и то у многих их даже нету. Поэтому, я считаю, это самая основная цель для комбатов, для того, чтобы обеспечить достойное проживание ребятам, которые воюют, которые служат, вот, плюс еще, я думаю, дай Бог, в ближайшем будущем мы сможем закончить эту войну, и в дальнейшем, как бы, подготовку, подготовку наших войск на случай того, что, если еще, может быть, что-то придет Российской Федерации в голову, чтобы мы могли дать достойный отпор. Что касается планов вне военной сферы, понимаем, что на Верховную Раду Восьмого Созыва возлагаются большие надежды, общественный запрос действительно велик, будет большим контроль со стороны общественности вне военной сферы. Каковы планы? Вне военной сферы, вы знаете, я считаю, что про эту тему, об этой теме можно будет говорить тогда, когда уже не будет войны. То есть, какие сейчас можно строить планы, вдруг пойдет завтра масштабное наступление. То есть, я думаю, что самое главное, это нам сейчас разобраться с войной, разобраться с Путиным и дальше двигать и развивать свою страну, вернуть свою землю, а потом мы уже будем дальше строить планы от этого. Потому что ситуацию пытаются дестабилизировать, с каждым днем расшатать, понимаете. То есть, перемирия никакого нет, куча ребят наших гибнет, погибает, идут холода, морозы. То есть, я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что на нас возложены очень большие надежды и с нас будет спрос больше, чем с предыдущих семи созывов. Но, опять-таки, в военном плане ответственность больше должна лежать все-таки на Верховной Раде или на Министерстве профильном? У нас есть целый силовой блок, который должен заниматься этими вопросами. Вы понимаете, то есть, военные вопросы, я еще раз как бы отвечу, что военный вопрос, это не конкретно вопрос какой-то структуры, это Минобороны или кого-то еще. Я считаю, это вопрос всей страны. То есть, тут не надо специализировать конкретно, допустим, вот вы занимаетесь войной, мы занимаемся тем. Сейчас стала проблема. И эта проблема, как видите, слава Богу, наш народ, он все это понимает. Посмотрите на волонтеров, как они помогают. Посмотрите на людей, которые продают свои машины, квартиры закладывают для того, чтобы купить там спальников или что-то еще, или там каллиматоров или каких-то винтовок, чтобы отвезти на передовую. То есть, народ осознан. И мы не должны профилировать это, конкретно затачивать под кого-то, под один орган. Но есть война, есть проблема. Мы должны все дружно заниматься этой проблемой. И каждый должен помогать. Всем, чем может. Сейчас, на данный момент, все на передовую, все на фронт. Потому что, если не было бы этой поддержки, ну, я думаю, что была бы плачевная ситуация. Но и все равно вопросы, которых невозможно будет избежать. Например, вы в Верховной Раде 8-го созыва, когда придете на работу, в сессионный зал попадете, неизбежно столкнетесь с теми людьми, которые были в политике до этого, у которых есть определенный опыт, есть определенная позиция, взгляд на какие-то вещи. Они до этого момента что-то делали для того, чтобы ситуацию исправить или усугубить. Как предполагаете, возможно будет взаимодействовать со старой политической элитой стороны, молодым людям, которые пришли в парламент сейчас впервые? Конкретно, если вы имеете в виду о экс-регионалах? Ну, в принципе, всех. Есть старой политики, есть новая. Потому что мы понимаем, что запрос на новые лица был. Вот, пожалуйста, этот запрос был удовлетворен. Но, опять-таки, мы понимаем, что не 100% депутатов в Новой Верховной Раде будут новыми лицами. Ну, смотрите, если мы конкретно с вами говорим, если четко провести грань о экс-регионалах, либо коммунистах, то тут совсем другой ответ будет на ваш вопрос. Если мы говорим о тех людях, которые стремились... Скажите о регионалах. О регионалах. Ну, вы знаете, я думаю, что с этими людьми я работать, по крайней мере, не буду. Потому что мне, на самом деле, с многими из них очень даже противно здороваться, даже подавать руку. Потому что те изображения скоты, которые все прикладывали к тому, что происходило в Мариинке, сколько людей было убитых. Просто вы же понимаете, это была последняя такая, последняя капля. То есть, да, мы уйдем, но зато и вам покажем. То есть, как бы, и после того, сколько ребят убито было на Майдане, и они понимали, что они это могут предотвратить, как они себя вели, как они все это время, пока они были в власти, как они себя проявили и показали. Я думаю, насколько они заставили нашу страну страдать, я думаю, эти люди вообще недостойны находиться не то, что в нашей стране. Я не хочу громко говорить, но они недостойны находиться в Верховной Раде. Но, коль их избрал народ, это выбор народа, что-то будем делать с ними, может, будем находить какие-то общие компромиссы. То есть, поиск компромиссов все-таки возможен? Ну, как вы же понимаете, с ними компромиссы тяжело будет найти, но, я думаю, народ нам поможет, так, чтобы они были сторонниками правильных идей. И год назад произошли такие события, которые, я думаю, стали им примером, и они поняли, что, если сейчас они будут что-то подобное вести, то уже не получится выйти с Верховной Рады, сесть в бронированный Мерседес и уехать домой. Ну, а как вы считаете, все-таки молодые политики, которые придут в сессионный зал, соберется Верховная Рада Восьмого Созыва, они будут учиться у старых политиков или будут вести себя абсолютно по-новому? Будет ли Верховная Рада Восьмого Созыва действительно новой? Вы знаете, я думаю, да, потому что такие личности, как Александр Валентинович, у которого, я считаю, достойно поучиться было бы, то есть было бы очень большой честью поучиться у таких политиков, как он, и много таких вообще, там, Арсений Петрович, Арсений Борисович, ну, очень много таких политиков, у которых я посчитал бы за честь, чтобы поучиться ихнему опыту. И, ну, я думаю, там большинство осталось сейчас таких, зашло таких, у которых можно чему-то научиться, которые по-настоящему политики, а не те люди, которые пришли конкретно в Раду для того, чтобы грабить страну и разворовать. Поэтому, да, вы знаете, я считаю, что я, лично я, я буду учиться. Я буду учиться у них, почему? Потому что я считаю, что за нами светлое будущее нашей страны, за нами, как бы, Европа, и мы должны показать, мы должны оправдать то доверие людей, которые нам доверили. И я думаю, что вместе одной командой мы сможем этого добиться. Но, опять-таки, на будущее, на перспективу. В Украине необходим некий резерв, вот из которого, возможно, будет формироваться новая политическая элита, или нам достаточно того состояния гражданского общества, которое может выдвинуть достойных представителей, которые уже в ходе, ну, самого процесса уже обучатся, выберут себе каких-то достойных людей, в которых можно будет взять какой-то пример, перенять какой-то опыт. Или все-таки необходимо нам в стране готовить молодых политиков на смену, на будущее? Я думаю, необходимо. Нам не только надо готовить молодых политиков, нам надо готовить молодых милиционеров, готовить молодых прокуроров. Те, которые не испачканы той грязью, которая была раньше, не испачканы той коррупцией, теми взятками, которые были раньше. Я думаю, нам надо подготавливать огромный кадровый резерв для нашей страны. У нас сейчас с этим большие проблемы, и я думаю, в перспективе за несколько лет мы сможем все-таки хотя бы процентов на 30-40 поменять на новое поколение, реально на молодых специалистов. То есть, что я имею в виду, под словом молодые специалисты, это не те, которые... То есть, нам надо изначально начинать искоренять коррупцию в вузах, которая происходит сейчас, когда сессия закрывается за 500-1000 долларов. То есть, какой это молодой специалист? Это молодой специалист, который изыскал возможность закрыть сессию за 500 долларов. Да, который получил диплом, и он понятия не имеет, куда он попал и что он тут будет делать. Поэтому именно о тех специалистах я говорю, которые учатся, ребята, своими стараниями, усилиями, трудами получают эти дипломы. То есть, и они знают, куда они идут, и они знают свой профиль, и они знают свою работу. Вот на таких специалистов мы должны поменять хотя бы на 30-40% весь кадровый резерв в области нашей страны. Тогда, может быть, может быть, в скором будущем мы сможем искоренить всю вот эту грязь, которая с 91-го года выливалась в нашей стране. Вы лично чувствуете уверенность в том, что вы сможете изменить эту страну к лучшему? Я, вы знаете, я думаю, ну не мне об этом судить, а по итогам, мне кажется, народ уже рассудит. У нас очень много в последнее время было слов и мало действий. Поэтому я считаю, что сейчас настало время действовать, а не говорить. Ну и, по сути, наверное, основное требование к парламенту 8-го созыва украинского будет действительно, чтобы этот парламент стал парламентом действия, а не только слов. И будем надеяться, что благодаря молодым специалистам, новым лицам в этом парламенте действительно что-то изменится. Я благодарю вас за то, что сегодня были в гостях у БТБ. В национальном интересе сегодня мы беседовали с народным депутатом Украины от Народного фронта, сотником, седьмой сотни Майдана. В нашей студии был Евгений Дейдей, меня зовут Николай Матвеев. Мы увидимся с вами на БТБ. Будьте с нами.